Всем привет! Меня зовут Виктория. Это парфюмерный канал Vita Can Fly. Сейчас у меня много вдохновения, много идей. Я хочу вам рассказать просто о невероятном количестве ароматов, флаконов, но, к сожалению, не хватает постоянно на это времени. Я потихонечку, друзья, сейчас меняю свою коллекцию. Очень много флаконов от меня улетают, отправляются в другие города. Я с большим удовольствием, да, это правда, с большим удовольствием расстаюсь с этими ароматами, потому что так получается, что они уходят всегда в очень хорошие, добрые руки, к тем обладательницам, которые действительно очень хотят иметь именно этот аромат. Я всегда своим покупателям кладу отливантики какие-то приятности, чтобы человек при распаковке посылочки обязательно улыбнулся и у него было хорошее настроение. Соответственно, и много новых ароматов приходит в коллекцию. Я в основном сейчас нацелена на изучение восточной парфюмерии. Какая же красота, какие же там краски, какие же там переливы. Боже, друзья, у нас с вами впереди столько всего интересного, вы даже не представляете. Сегодня тоже расскажу про целых два новых аромата. Расскажу, как я с ними познакомилась, почему это именно они появились у меня. Также эти ароматы являются клонами других ароматов. Мы сегодня сравним даже одну парочку. И еще один аромат новый тоже покажу вкратце. Вкратце, если вы любите смотреть новинки парфюмерии, если вы любите слушать мои обзоры, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру и заранее вас за все благодарю. Итак, как вы помните, все это есть на моем канале. Где-то в августе я с некоторыми девочками обменивалась отливантиками. Кстати, если вы хотите со мной обменяться отливантиками, пишите, мы сможем с вами все обсудить. Это на самом деле очень хороший, позитивный, классный опыт. Это здорово, когда есть вот такая возможность обменяться ароматами в миниатюрных флакончиках, атомайзерах и расширить свою альфактурную библиотеку, свои знания. Так вот, благодаря Даше, Даша Жу, привет тебе огромный! Благодаря ее отливантику я просто влюбилась, действительно влюбилась в аромат LPDO Boys Night. Возможно правильно произносить Boy Night, но мне первый вариант ближе. Это у нас итальянский бренд, и когда я делала обзор, точнее это был полу-слепой за тест, я знала название аромата, но все равно говорила именно то, что я слышу. Я говорила, я прям вот знаю его, вот он прям похож на какой-то манталь, вот он прям какой-то фруктовый, он прям вот классный, он такой мускусный, он такой рисковатый, он такой немножко даже дерзкий, но при этом невероятно красивый аромат. И когда уже я залезла на фрагрантику, я поняла, что этот аромат, это полный клон аромата Монталь Dark Purple. А этот аромат был, кстати говоря, в Dark Purple в моих хотелочках. Почему? Потому что однажды ко мне приходил аромабокс-рандеву, где среди отливантиков был именно данный аромат, в который я просто влюбилась, и тогда я точно помню, что сказала, что это просто пахнет Анечкой. Анечка, еще раз про любовь, это мой любимый парфюмерный блогер, мой парфюмерный друг. Вот Аня у нас певица, невероятно красивая, с божественным окутывающим голосом. Она выступает, она поет, всегда великолепно, превосходно выглядит, у нее шикарные длинные волосы, ресницы. В общем, Анечка настоящая, талантливая, прекрасная девушка, и у меня полная ассоциация этого аромата именно с ней. Вот это аромат дивы, аромат красивой девушки, женщины в длинном атласном платье с безупречным макияжем. Она садится в дорогущий лимузин, я открываю дверь, и вот наедет на свое выступление, и все вокруг ее аплодируют, восхищаются, и просто без ума от нее. Вот такие у меня ассоциации с этим ароматом. Но, когда я услышала, вы же все помните, сколько у нас манталь стоит, да? Но, когда я услышала звучание LPDO, я поняла, что после такого аналога я не хочу покупать манталь, потому что меня полностью устраивает этот аромат. Друзья, еще хочу сказать, где я сейчас очень часто приобретаю ароматы. На Сбер Мега Маркет в магазине Бьюти Депо. Там очень хорошие цены, плюс кэшбэк, плюс очень часто появляются разные промокоды. Эти ароматы мне вышли примерно по 500-600 рублей, приблизительно. Конечно, это 30-очки. Больший объем мне на данный момент не нужен. Но я хочу вам сказать, что у Сбер Мега Маркет очень часто бывают проблемы с доставкой заказов. Это есть, это нужно учитывать и быть вооруженным в этом отношении. Итак, здесь очень симпатичная коробочка. Пока что даже выбрасывать ее не хочу. Она открывается у нас, оказывается, сбоку. Вот таким образом. Здесь все красиво оформлено. Здесь какие-то орнаменты сбоку, какие-то тоже стволы деревьев. Мне все очень нравится. Также коробочка открывается и сверху. Здесь мы можем достать флакон и одновременно мы можем с вами прочитать пирамиду. Это очень круто. Кстати, я прям вот люблю, когда на коробках есть пирамида. Это всегда приятно и это помогает при расслушивании ароматов. Так, что у нас здесь написано? А, здесь у нас, конечно, все на итальянском, да? Здесь не на английском. Так, жалко, что моего сына нет. Он у меня изучает испанский язык. Я думаю, что он бы и с итальянским справился. Так, давайте тогда воспользуемся с вами флагантикой. Здесь у меня под боком тоже компьютер моего сына. Прочитаю пирамиду, друзья. Вверх это слива и апельсин. Я одновременно нанесу аромат на блутер. Сердце это роза, лист пачули, герань, красные ягоды. И база это белый мускус, тиковое дерево и серая амбра. Вот практически все, что заявлено в пирамиде на фрагрантике, я это слышу. Здесь достаточно такой яркий, дерзкий, очень взрывной старт. Слива. Вот сейчас я слышу даже, как будто сливу залили шампанским. Вот откуда у меня взялось шампанское. Вот говорю, каждый раз какой-то аромат слушаю, и каждый раз какие-то новые ноты я в них слышу и вычленяю. И как так? Сладкотерпкие цитрусы, как будто даже есть кожура грейпфрута. Безусловно, яркая, громогласная роза. Безусловно. И, конечно, пачули. Да, здесь очень яркие пачули. Да, я слышу здесь такие замороженные красные ягодки. Они дают такую небольшую кислую ноточку. Тонкую, кислую, но не отталкивающую. Немножко бодрящий аромат. Такой, вы знаете, даже секси-шмекси аромат. Слегка томный. Он очень яркий. Он запоминающийся. Это очень хороший аналог. Может быть, кто-то скажет, что и не похоже. Я не знаю, кто что скажет. Но вот я вам говорю, что похоже. А теперь давайте мы с вами сравним аромат с отливантиком оригинальным, конечно же, от Ранды Вуми. Прям влюбилась я в него. И даже, честно говоря, этот отливантик я экономила. Но теперь точно не буду, потому что у меня есть ЛПДО, Бои Снайт. Ну, старт у них совершенно разный. Абсолютно разный старт. Здесь в Монталь он больше такой более спокойный. А здесь в ЛПДО он прям взрывной. Он прям какой-то кричащий. Но хочу сказать, что никакого спиртового оттенка я здесь не слышала. И вот уже, вот уже Монталь начинает раскрываться. И в сердце они начинают быть похожими. Это не близнецы ароматы. Это не клоны. Ни в коем случае. Вот уже ягода здесь пошла. Роза. Почули. Сухие почули в Монталь. Конечно, аромат Монталь безумно мне нравится. Вот я вообще к Монталь равнодушна. Их мускусы, этот тяжеловесный ароматов меня всегда убивало. Честно скажу. Я не поклонница Монталь ни разу. Но вот этот вот аромат, Dark Purple, после отливанта от Ранды Ву меня в себя влюбил. Вот и в базе, в базе, вот эта мускусность, почулистость, амбровость. Вот в базе они прям, мне кажется, очень похожи. Даже в базе, я бы сказала, идентичны. Технические характеристики у аромата LPDO приличные. На меня он держится примерно 4-4,5 часа. Шлейф у него чуть выше, чем умеренный. Нормальные, хорошие технические характеристики. Вообще, я даже не знаю, к чему здесь можно придраться. Там есть еще ароматы в объеме 50 мл, 100 мл. Если вам интересно, проходите, смотрите. Они, по-моему, где-то есть то ли в Ривгош, то ли где-то еще в какой-то сети. Я в таких магазинах, честно говоря, не бываю. Но есть возможность их потестить. Так что, если вам интересно, присмотритесь, друзья. И еще один аромат розы я себе решила приобрести. Опять же, я люблю сейчас розу. Мне нравится эта нота. И я заинтересовалась конкретно этой маркой. Вот интересно, они так по-разному оформлены. Здесь нет надписи, а здесь надпись есть, смотрите. А, вот там. Теперь вы видите. Такие флакошки. Симпатичные, граненые. Напоминают какие-то граненые стаканы. Прикольные такие малыши. Тоже точно так же выглядит коробочка. Не буду открывать. То же самое. Тоже открывается и сбоку, и сверху. И здесь у нас уже нарисована, конечно же, роза. Красивая роза. Нравится мне такой рисунок. Аромат у нас называется Rose Sensuil. Тоже 30 мл. Это парфюм Intense. Даже Intense. Ну, можно сказать, Intense там. Ну, это, конечно же, аналог на мускусную розу. Вот, от Montal. И даже где-то в отголосках я слышу мою любимую Delino. Такая вот какая-то свежесть от Delino здесь есть. Яркая роза. Очень яркая. Вот здесь, когда я получила аромат, в начале, в первые часы, я слышала такой спиртик. Спиртик в начале. Но сейчас аромат слегка постоял, успокоился с дороги. И уже вот это спиртовое начало, оно улетучилось. Его нет. Аромат не очень многогранный. Он не играет. Он сильно не раскрывается. Он не очень диффузный. Здесь даже рассказывать особо нечего. Просто это мускусная роза. Яркая. Немного дерзкая. Слегка кричащая. Зачитаю пирамиду. Это у нас в верхах роза. Сердце это роза жасмин. И мускус амбра. Да, возможно, амбра здесь есть такая тепленькая в базе. Но, конечно, она не слышна, потому что мускус все перебивает. Мускус здесь не химический. Он не животный. Он не потный. Просто мускус такой рисковато-дерзковатый. Я бы так его назвала. Но, в принципе, долго про этот аромат я не могу рассказывать. Потому что, повторюсь, он не многосложный. Он достаточно простой. Стойкость здесь средняя. Шлейф тоже умеренный. И, кстати говоря, к слову, у меня еще и появился вот такой аромат еще летом. Я у одной девочки из Латвии подсмотрела этот аромат в Инстаграм. Она сказала, что это просто шикардосный аромат на начало осени. И аромат называется Super Gloss. Это у нас именно парфюм. Фантастический, конечно, аромат. Ну, я вам прямо про него, наверное, в отдельном видео буду рассказывать. Я с вами познакомилась, поносила. И хочу сказать, что здесь точно есть о чем поговорить. Так что, друзья, подписывайтесь, проявляйте активность. У нас с вами впереди будет много интересных видео, в частности, про мои новинки. Так, в целом, все понравилось. Я считаю, что это круто. Я так поняла, что аромат LPZO в основном специализируется на аналогах, на закосах, на другие ароматы. В основном на Монталь. Там есть много разных вариантов. И кофейные, и шоколадные, и всякие удовые версии. Чего там только нет. Возможным буду продолжать знакомство. Меня полностью устраивают такие именно миниатюрки. Тридцаточки. Люблю такой объем. 20-30 мл. Это вот прям самое оно, чтобы приобрести аромат, наслаждаться ими, чтобы он действительно был в ходу. Все понравилось. Все круто. Друзья, теперь обращаюсь к вам. Кто знаком с LPZO, с другими работами. Что понравилось? На что мне обратить внимание? Какие плюсы вы видите? Какие минусы вы видите? Из минусов только я лишь отмечу, что вот здесь вот в розе Сенсуэль был в начале спиртовой старта. Все. Больше минусов я для себя никаких не вижу и не выделила их. Все, друзья. Будем завершать данное видео. Я надеюсь, что вам было интересно со мной, познавательно, тепло, уютно. Так ли это? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А также я еще раз хочу поблагодарить Дашу. Даш, спасибо тебе большое за то, что ты прислала мне такой аромат от Ливантики. Еще мне Даша присылала Gothic Island. Так, по-моему, назывался аромат. Я здесь ставлю картиночку. Он мне понравился, но он меня не зацепил. Мне показалось, что он какой-то очень тихий и чересчур спокойный. Но тоже весьма интересный. Спасибо вам за все. Обнимаю и увидимся совсем скоро в новых парфюмерных видео. До свидания, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok